Кто знает, как крафтится сундук, пускай поставит лайк за 3 секунды, считаю. Раз, два, три, кто поставил лайк, тот умничка! Всем привет, ребятки! С вами, как всегда, Allplay, и добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами продолжаем играть и выживать в мобильных игрушках, похожих на Майнкрафт. Будет сегодня у нас две игры, это Craft World, где мы с вами играем на новом Сиде, и будет у нас ещё одна игруха, она называется EarthCraft. Мы с вами, это уже получается, играем второй раз на Craft World, но только первый Сид, на котором я играл, он мне не понравился. Там вообще не было нигде никакой ни деревни, ничего такого, чего-то необычного, всё было довольно-таки пасмурное какое-то, и я решил создать другой Сид. Это Сид, ребятки, 3 единицы. Когда вы заспамнитесь, то возле вас будет вот такой вот прикольный храм, и можно будет лутануть сперва этот храм, и потом двинуться в путь для того, чтобы найти какую-то деревню или какую-то местность для дальнейшего выживания. Давайте, наверное, мы с вами постепенно это и будем делать. Итак, самое основное, что нужно делать, это раздобыть древесинки, ребят, сделать уже первые деревянные инструменты и лутануть этот храм. Если там будут какие-то прикольные сундучки, мы с вами попробуем их открыть, пособираем их, всё, что внутри найдём, всё заберём с собой, и двинемся в путь. Не знаю пока куда. Это может быть у нас, конечно же, либо пустыня, можем выживать в пустыне, либо можем, например, выживать просто где-то в зелёном мире. Если честно, то я немножечко больше склоняюсь всё-таки к пустыне, потому что в таком вот зелёном мире мы с вами много где уже выживаем. Поэтому, если чё, возможно, будем выживать в пустыне. Итак, возле нас, ребят, если честно, находится довольно-таки много барашек, поэтому, наверное, также сегодня я сделаю уже кроватку тоже, и когда наступит сночь, можно будет нам с вами ложиться и спать. Таким вот образом, ребятки, мы с вами, можно сказать, что уберегём себя от различных мобов, которые тут постепенно будут спавниться. Сейчас я уже полностью все вот эти вот блоки дерева соберу. Отлично. И теперь давайте мы с вами разошьём их на доски. Все-все расшиваем на доски и делаем один верстак. Теперь с помощью верстака мы с вами можем делать уже деревянные инструменты. Значит, делаем меч деревянный, топор деревянный и кирку, наверное, деревянную пока что. Теперь давайте мы уничтожим ещё нескольких барашек. Вот тут вот возле нас я прям видел несколько барашек, чтобы они у нас, ребятки, уже были уничтожены, и мы с вами собрали блоки этого, блоки шерсти. Так, двоих я барашек уничтожил. Также ещё сейчас пару курочек уничтожу для того, чтобы у нас было ещё мяско. И вот тут у нас, видите, целая куча различных курочек, различных барашек. Все-все эти животные нам пока не нужны здесь. Мы с вами всё равно двинемся куда-то подальше. Не будем мы тут прям с вами же выживать, правильно же? Поэтому, ребятки, эти барашки, этих барашек можно трогать, они нам как бы не нужны. Так, мы с вами собрали три блока шерсти, собрали немножечко там ещё семян пшеницы. Сейчас я ещё, наверное, древесинки вот этой тоже наберу побольше. Я уже, ребятки, набрал немножечко блоков дерева. Их у меня есть 11 штук. Также есть уже три саженца дерева. Это дуб. И есть у нас ещё одно яблочко. Этого, я думаю, для начала мне вполне хватит. Когда мы с вами двинемся в пустыню, там в пустыне вообще никаких не будет ресурсов. Поэтому эти ресурсы, которые сейчас мы с вами наберём, они, конечно же, лишними не будут. Отлично. Давайте теперь, наверное, мы с вами заберём этот наш верстак и попробуем лутануть тот храм в пустыне, возле которого мы с вами прям в самом начале и заспавнились. Желательно нам, знаете, что ещё сделать? Нам желательно с вами сделать ещё печку себе для того, чтобы пожарить мясо, которого у нас тут три кусочка есть сырого. Видите, я немножко уже проголодался, пока собирал эти все ресурсы. И нужно будет сейчас перекусить. Ну, там вот, в принципе, у нас есть скала. Можно будет с этой скалы отдолбить пару блоков булыжника, сделать печку и быстренько поставить, чтобы это мясо у нас жарилось. Это у нас булыжник, надеюсь? Да, вот это чёрный у нас, по-моему, булыжник в данной игре. Поэтому давайте его мы с вами и наберём побольше. Точно это булыжник? Давайте сейчас мы заценим. Да, это булыжник. Отлично. Значит, давайте мы с вами наберём побольше вот этих вот блоков булыжничка и сделаем печку, закинем в печку мясо, чтобы оно жарилось. А сами, в принципе, слезем уже вниз в этот храм и посмотрим, что там внутри находится. Кстати, с этого булыжника можно также нам будет сделать уже каменный первый инструмент. У нас только деревянные, пока что инструменты есть. И вот можно будет уже, наконец-таки, сделать каменный. Каменные у нас будут немножечко получше. Они и покрепче будут, и меньше изнашиваются, чем деревянные инструменты. Поэтому хорошо, что мы с вами тут и тех, и тех ресурсов немножечко понаходили. Так, ну, я думаю, что хватит этих блоков пока. Погнали. Сейчас мы с вами поставим печку. Где-то здесь, рядышком, попробуем залезть внутрь этого храма. Ой, чуть было, ещё и не упал. Оказывается, тут довольно-таки высоко. Мы бы с вами, если бы упали, часть сердечек потеряли. Так, ну и вот тут вот давайте мы с вами это всё тогда и поставим. Значит, выставляем мы наш верстак вот сюда вот. Также с помощью верстака делаем мы с вами кроватку. Можно тоже уже будет поставить. И здесь, рядышком, мы с вами можем сделать уже печку. Так, сюда закидываем три кусочка курки. И можно нам позакидывать сюда деревянный, к примеру. Давайте деревянный топор и деревянную мотыгу закинем. А с помощью нашей кирки, ой, с помощью нашей, нашего верстака сделаем уже кирку каменную. Я думаю, что одной кирки каменной нам, в принципе, должно хватить. Кстати, нам, наверное, знаете, что ещё нужно делать? Наверное, нам нужна всё-таки ещё лопата. И сейчас мы с вами попробуем накопать ещё песка. Если мы с вами в храм попробуем залезть, то нам нужно чу-чуточку блоков песка для того, чтобы с помощью этих блоков песка мы с вами смогли опуститься вниз. Там, как правило, в храме у нас есть четыре сундучка. Но для того, чтобы до них добраться, мне нужно будет спуститься на большую глубину. Так, 22 блока я взял. Не знаю, хватит, не хватит. Ну, короче, там посмотрим. Давайте теперь постепенно будем в этот храм заходить. Так, вот у нас храм. Это первый и основной. Он у нас один. Нет, тут вот у нас, походу, ступеньки ещё есть. Можно по этим ступенькам спуститься как раз-таки вниз. О, да, всё. И тут вот внизу, ребятки, у нас есть четыре сундучка. Сейчас мы эти с вами сундучки попробуем. Так, попробуем, ребятки, добраться до них как-то. Давайте, наверное, блоками песка, как я и говорил, вот так вот мы с вами блоки песка будем устанавливать. И по этим блокам песка можно будет нам добраться до низу. А потом можно будет с помощью лопатки быстренько-быстренько этот песочек пособирать. Самое основное, это не нужно, ребятки, стать на... Вот сюда вот посрединке. Если мы с вами станем посрединке, у нас произойдёт взрыв. Ну, по крайней мере, может произойти взрыв. Поэтому мы с вами всё-всё, что в этих сундучках есть, собираем. Косточки. Ну, гнилую плоть, конечно, можем оставить. Она нам не нужна. Так, тут у нас что есть? Тут у нас есть ещё железка немножко. Тут у нас опять же леска и косточки есть. Хотя бы железо набрали, да? Ой, тут у нас, смотрите, есть золото, пару слитков, пару слитков железа и есть один изумрудик. В принципе, нормально. Ну, и теперь можно опять же подниматься вверх. Этот храм мы с вами лутанули. Всё, что тут самое такое ценное, мы с вами забрали. Можем постепенно выходить уже, наверное, наружу. Тут мы с вами, конечно же, выживать не будем. Тут у нас нет ничего такого сверхприкольного, сверхъестественного. Поэтому, наверное, мы с вами двинемся дальше. Так, только вот в какую сторону? Я предлагаю, ребятки, проследовать внутрь пустыни или хотя бы, ну да, наверное, внутрь пустыни. Тут у нас какая-то такая себе местность не особо подходящая. То вот у нас, по-моему, колодец. Колодец нам не нужен пока что. Давайте мы с вами сейчас соберём все вот эти вот наши пожитки и двинемся внутрь вот туда вот пустыни. Как только там найдём какую-то подходящую местность или какую-то деревеньку, там мы с вами останемся и там продолжим наше выживание. В Airscraft, ребятки, у нас тоже с вами есть одно выживание. Но давайте мы с вами тоже попробуем какой-то прикольный сид создать и попробуем на этом сиде поиграть. Давайте попробуем проверить сид, к примеру, три пятёрочки. Посмотрим, что у нас получится. Три пятёрочки, выживание, бесконечный и давайте мы с вами назовём просто двоечку. Будем знать, что это у нас вторая наша карта. Ну и создаём мир. Сейчас заценим, что это у нас вообще будет за мир. И где это мы с вами будем находиться. Так, ну, если честно, такой себе, ребятки, этот мир. Давайте, наверное, мы с вами всё-таки сделаем следующее. Сейчас чуть-чуточку я пробегусь по этой территории. Если найдём какую-то деревню или подходящее место для выживания, то как раз-таки остановимся и будем тут дальше выживать. Если нам этот сид не понравится, можно будет создать какой-то другой. Кстати, ребятки, кто играл в Airscraft на каких-то прикольных сидах, или кто-то играет на каких-то прикольных сидах, напишите, пожалуйста, их в комментариях. И, возможно, на одном из них мы с вами и продолжим выживать. Пока что тут, сейчас заценим эту территорию. Если ничего нормального у нас тут не получится. Да, ничего нормального мы здесь с вами не найдём, то тогда поиграем где-то на другом месте. Для начала тоже, как и в первой нашей игре, давайте мы с вами разочтём себе немножко досок. Сделаем верстак. И также сделаем уже первые наши деревянные инструменты. Первонаперво я хочу сделать это деревянный топор, деревянный меч и деревянную кирку. Сейчас с помощью нашего деревянного меча мы добудем уже несколько блоков шерсти. И можно будет нам сделать тоже кроватку. И также, наверное, с помощью топорика сейчас ещё больше древесинки быстренько нарубим. И можно будет нам тогда реально сделать нашу кровать. Кстати, я не помню, или тут нам нужно три блока шерсти одинаковых, или можно с трёх разных блоков делать кроватку. Ну, давайте мы сейчас с вами попробуем вот эту вот ещё барашку одну приговорить. И убедимся, так ли это на самом деле или не так. Просто есть у нас игры, где можно с трёх разных блоков шерсти крафтить кроватку. А есть такие игры, похожие на Майнкрафт, где нельзя этого делать. Если честно, я просто не помню, как тут у нас. Поэтому давайте сейчас добудем пару блоков дерева. И сейчас мы с вами их разочтём и проверим эту штуку. Если можно будет с вот этих вот трёх блоков сделать кроватку, будет просто отлично. Так, ну, их мы с вами давайте поставим вот сюда, вот верстак. Теперь разочтём немножечко досок ещё побольше. О, можно! Видите, тут мы с вами можем с трёх разных блоков шерсти сделать кроватку. Это мы с вами сделали. И теперь у меня есть три кусочка мяса баранины. И есть уже, в принципе, полноценная кроватка. Теперь давайте чуть-чуточку ещё погуляем. Поищем, может, какие-то ресурсы. Поищем какую-то деревеньку. И, возможно, ребята, там и останемся. Там вот вижу, с правой стороны у нас есть что-то наподобие шахты. Можно было бы туда спуститься. Может быть, там мы с вами железко нашли, либо золото нашли. Было бы отлично. Или же мы с вами можем вдоль речки пройтись. Давайте, наверное, ребят, мы с вами сейчас чуть-чуточку поближе вот сюда вот. Подойдём. Тут у нас есть, я вижу, несколько коровок. Можно будет этих коровок приговорить. Во-первых, и кожица у нас будет, и мясо тоже лишним не бывает. Так, одну я коровку уничтожил, а другая отбежала. Вот тут у нас и кроликов прям целая куча. Животными тут, конечно, проблем нет. Животных очень много. Да, это шахты, ребятки. Но это шахты очень глубокие. Верно, я пока что их обследовать не буду. Если мы где-то рядышком будем выживать возле этих шахт, то тогда можно будет их нормально обследовать. Я так понимаю, что если у нас тут есть уже шахты такие большие, то они будут везде, на всей территории. Ну ладно, ребятки. Наверное, я уже это сделаю. Полностью всё обследую территорию вне ролика. Если вам понравились сегодняшние игрушки, обязательно поставьте лайк. А также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. С вами же был, как всегда, Алплей. Всем удачки и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok